В конференц-зале спортивного комплекса «Металист» наградили добровольцев городского корпуса «Волонтёры Магадана». Подвели итоги конкурса «Волонтёр года-2020». Международный день добровольцев ежегодно отмечают 5 декабря. Цель празднования – привлечь внимание общественности к добровольческой деятельности. Одной из награждённых стала организация «Нефиолетовое поколение». В 2020 году ей исполнилось 10 лет. В организацию входят ученики со 2-го по 11-й класса школы номер 20 посёлка Сокол. В этом волонтёрском движении 5 направлений. Это законы подросток, здоровый образ жизни, милосердие, творчество и, конечно же, экология. В этом году самые яркие были акции – это «Добрый праздник среди зимы» от всей души. Эти акции были предназначены для отделения ветерана Колымы, которая находится на Снежке, и для её клиентов. Мы готовили с ребятами концерт, привозили подарки, сделанные своими руками. И, конечно же, когда началась эпидемия, то наши ребята при поддержке депутатов областной и городской думы разносили подарки, разносили помощь нуждающимся. Это старшее поколение 65+. Также в школе 20 в сфере добровольчества работают и в начальных классах. По словам Светланы Шлычкиной, волонтёр – это зов души. И для такого человека главное – милосердие, сострадание и сочувствие к тем людям, которым нужна помощь. Особенно это актуально в период пандемии. Именно волонтёры взяли на себя обязанность обеспечивать магаданцев продовольствием во время режима самоизоляции, отметил заместитель мэра Юрий Казетов. Сегодня мы можем сказать, что благодаря волонтёрам мы прошли очень серьёзный шаг. Когда только пандемия начиналась, ну и сейчас всё продолжается. Люди старше 65-ти находились дома. Многие находились на карантине. И иногда просто некому было принести продукты, лекарства купить. И вот здесь как раз эту нишу заняло волонтёрское движение. По словам Юрия Казетова, приятно, что в волонтёрском движении активное участие принимает молодёжь. Благодаря этому в будущем сформируется неравнодушное общество, где основной целью будет помощь другим. Всего в конкурсе рассмотрены 20 заявок от волонтёров и 15 от добровольческих организаций.